Уже три месяца вывозом твердых бытовых отходов с городских и деревенских улиц в Чуваши занимается региональный оператор. В одних районах сельчане ощутили прелести городской жизни, мусор выбрасывают в специальные контейнеры, в других оборудованных площадок пока нет. Но сельчан, как выяснилось, возмущает совсем не это. Тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов одинаковы и для горожан, и для деревенских жителей. И это несправедливо, считают они. Разобраться в ситуации попыталась наша съемочная группа. Площадки с контейнерами появились в деревне Нижние Сунары Ядринского района летом прошлого года. Теперь во врагах, рассказывают местные жители, отходы не копятся. Их свозят на полигон ТБО в Шумерлю. Я сама тоже довольная. Где попал, не бросаем сейчас. Есть у нас мусор, туда бросаемся. Вывозим мусор по графику, по сегодняшний день. Но с 1 октября уже за мусором начали собирать с населения деньги. А раньше мы за вывоз мусора оплачивали за счет поселения. В селе Байдеряково Яльчикского района контейнеры на улицах пока не стоят. Но в ближайшее время появятся. В администрации района нашей съемочной группе показали эскиз будущих площадок для складирования мусора. Они будут закрытого типа, чтобы отходы не разлетались по улице и их не таскали вороны и бездомные собаки. В Байдеряково, например, оборудуют сразу 8 таких мест. Пока же люди копят отходы в мешках. Несколько раз в неделю его забирает мусоровоз. До нынешней осени, рассказывают местные жители, сдавать мусор было еще и выгодно. За мешок сельчанам предлагали 30 рублей. Точно в это время, в определенные дни, три раза в неделю машина подъезжает. Мы выходим, бросили свой мусор и все чисто, порядок, кругом, везде. Мы довольны. Никакие контейнеры нам не нужны. Сейчас от имени рекоператора компании «Экоцентр» в районе работает общество с ограниченной ответственностью «Экология». Именно эта организация вывозит твердые бытовые отходы с сельских дворов на полигон ТБУ. С октября тариф за коммунальную услугу составляет 74 рубля 44 копейки с человека в месяц. Платят по прописке. Если человек временно не проживает по данному адресу, могут предоставляться дополнительные документы, что действительно данный гражданин не проживает по данному адресу. При предоставлении справок будет первый расчет. Тому, что в деревнях теперь мусор не лежит где попало, сельчане рады. Но утвержденные республиканским минстроем норму накопления в 2,02 кубических метра на человека в год они считают завышенной. А тариф почти в 74,5 рубля называют, цитата, грабительским. Глава Яльчихской администрации, например, поясняет, за весь прошлый год со всех поселений на полигон вывезли 5000 тонн мусора. Исходя из новой системы расчетов, в районе должно скопиться 34 тысячи тонн отходов. Но это немыслимые цифры добавляют сельчане. Столько мусора не наберется в деревню у нас. Печка-браска горит, отходы даем курицам, свиньям даем. А железные банки у нас металлом собирают. 12-й умножайте, сколько будет? Одна пенсия уходит мне. Одна пенсия минималка. Один месяц пенсии получаю, это на весь год уходит на мусор. Михаил Игнатьев назвал нормы накопления ТКО для сельчан несправедливыми и попросил специалистов Минстроя их пересмотреть. Умерить свой пыл, по мнению главы Чувашии, должны и банкиры. Сейчас за оплату квитанции за вывоз мусора деревенские жители вынуждены платить комиссию в 20 рублей. Ее, по мнению Михаила Игнатьева, быть не должно. Евгения Изиновьева, Надежда Александрова, Алексей Енейкин, Екатерина Ингалакова, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.